Итак, мастер-класс по записи поздравления для Паши в Logic. Для начала запускаем Logic. Открывается последний проект. Это было поздравление для Юры, но нам он не нужен. Создаем новый пустой проект. Добавляем аудио дорожку и для нее сейчас включен мониторинг, поэтому голос у меня задваиваться будет. И голос у меня снова нормальный. Собственно, эта кнопочка отвечает за Live Monitoring. Для голоса он мне не нужен, потому что я сам себя слышу через Audio Hijack. У меня вот так настроено идет запись микрофона и всего аудиосистемы. И все это после того, как она отправляется на запись, еще и на выход идет. Так, поэтому input monitoring я тут отключаю. И дальше смотрим, что Logic нам тут создал. Он нам создал одну дорожку здесь, но к ней он создал, если открыть микшер, создал еще две дорожки с реверберацией. Это басы. Бас это как бы вспомогательная дорожка Logic, на которую тоже можно вешать эффекты. И тогда с дорожки вот с Audio 1, которую мы создали, мы можем на этот бас отправить, вот здесь с помощью тех контролов, отправить звук. То есть теперь смотрим. Раз. Опа. Какая реверберация. И просто шик. Но пока мы не будем добавлять. Выключаем мониторинг. По умолчанию у нас тут идет эквалайзер, который можно что-то с ним делать. Опять-таки, чтобы он работал на этом мониторинг. Включить. Анализатор. Вот он, пожалуйста, показывает. И можно тут вот снизать, срезать низкий, вообще все посрезать. Ну ладно. Мы им сейчас пока что пользоваться не будем. Также по умолчанию на дорожке висит неактивный компрессор. Вот мы можем активировать, будет более скомпрессировано. Можно, нет. Можно понастраивать его. Там, допустим, сделать его вот. Вот прям плотный-плотный компрессор. Такое вот. Что даже когда я говорю шепотом, получается, что я как будто раааа. Да. В общем, компрессор — штука полезная. Потом, может быть, мы к нему вернемся. Так, ну что ж, пора начинать собственно запись. У меня пара наброска в голове уже родилась. Мы ставим размер композиции три четверти, ну, или там шесть восьмых, что то же самое по сути. Пусть будет шесть восьмых, мне кажется, так будет лучше. Дальше добавляем того, кто нам будет стучать на барабанах. Я сам не умею их программировать нормально, поэтому я добавляю драмера, выбираю жанр, например, ну, сонграйтер, нормальный вполне себе жанр. Создаем драмера, он нам сразу несколько тактов делает барабаны, слушаем, что он нам тут сделал. Неплохо, неплохо. Ну, делаем себе немножко места для вступления, то есть на плюсик мы нажимаем, она сейчас удаёт. Я думаю, нам для начала хватит. Темп сотня. Ну-ка, сейчас я возьму гитару, как мне там сотни это будет. Нормально, сотня пока. Можно, конечно, поэкспериментировать, туда-сюда его нам сотни вполне хватит. Дальше создаем новую дорожку, гитара или бас. У нас смотрим, что аудио-инпут у нас, input 2, то есть это второй канал звуковухи. Туда у меня воткнут инструментальный кабель. Создаем, слышим сразу шум. Кабели мне никуда не воткнут. Для начала берем бас. Сначала будем записывать басовую партию. В целях показать, как просто это всё работает, я не буду использовать ничего, кроме пресетов лоджика. Собственно, вот здесь они у нас листаются. Если её нету, то вот на эту кнопку открывает. Здесь у нас куча пресетов. У меня есть мои. Вон, допустим, басовые пресеты. Они, по сути, у меня тоже идут на основе стандартных встроенных. То есть мы смотрим, вот, допустим, чистый бас или вот такой. На самом деле для меня достаточный челлендж сейчас это всё делать, потому что задержка из-за того, что идёт запись, сторонняя программа слишком большая. Так, что мы делаем каждый раз, когда втыкаемся? Мы настраиваемся. У нас тюнер есть. Ну, нормально. Собственно, басовая партия у нас будет для начала очень простой. То есть... Пойдёт. Ну, попробуем это записать. Пойдёт. Пойдёт. Пойдём. Пойдём. Так. Мне кажется, тут не хватает немножко развития. Давайте сначала удалим это сначала у нас будет просто то дергаться потом значит следующий квадрат добавим и 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 Тянем, тянем, тянем И трону, когда я встречаю Так, пока достаточно И нам нужно дальше возобновить наши ударные После паузы Сначала мы добавляем новый кусок аудио Барабанщика И хотим его скопировать Чтобы скопировать, можно просто перетащить А мы хотим скопировать Сейчас покажу почему Нажимаем Alt И скопирует туда И он у нас начнется где-нибудь Вот здесь у нас начнется А вот этот мы обрежем Чтобы один удар от него остался Вот так красиво, чтобы было Дальше вот она идет Где тут у нас тянется Сюда мы воткнем сейчас Вот так вот это все И вот здесь панели управления Сделаем так, чтобы тут была только перкуссия Допустим вот так Вот этот параметр Fills Он у нас сбивки добавляет перед переходами Мы его уберем вообще Чтобы тут был чисто вот Тамбурин И дальше Вот сюда мы хотим Продолжить записывать Что мы сюда будем записывать Это станет понятно дальше Пока что переключаемся на гитару Добавляем еще один трек Бас убираем Берем мой любимый Jaguar И опять включаем тюнер Конечно же Так, где мой любимый видеатор Вот он Мой любимый Jaguar Так, и смотрим У нас пресет здесь Выбран сейчас Breed and Clean Ну, можно, например, Antimaging Tweet попробовать Вот, что-то на нэке Ну, неплохо О, как мне больше нравится Ну, вот такой пресет В принципе, нам подойдет Неплохой пресет Но мы его немножко улучшим Значит, смотрим У некоторых пресетов Есть вот этот треугольничек Значит, что он состоит Из нескольких дорожек Можем там Что-то вот включать Ну, это нам не нужно Нам нужен наш амп И как видим Вот эти у нас сделаны В виде краски басов Которые преобразованы Потом в дорожки И вот этот амп На них посылает сигнал Уровень посыла сигнала Мы можем регулировать Нам это не надо Нам надо Что сделать Нам Хочется Вот, прям хочется Добавить сюда Педалборд И все богатство выбора Которое тут есть Мне нужен компрессор На максимум Вот этот компрессор На максимум Потом У нас идет Сначала Нойз гейт Потом Педалборд Потом Амп Собственно Вот такой Встроенный в лоджик Здесь Нет, в принципе Звуки все устраивает Чуть погромче сделаю Так, мы видим Тут у нас включена Реверберация Ее мы убираем Компрессор После Выходной Посильнее сделаем Атаку быстро Отлично Хорошо Это подходит Дальше Вот здесь В общего пресса Я хочу сделать посыл На Первый Второй Басы Чтобы добавить Реверберацию Общую Для проекта Когда здесь Выбираешь Бас То Справа Появляется Управление Тем басом Видим Что здесь Плагин Space Designer Который Собственно Загружен Impulse Long Ambience Пресет Long Ambience Выбран И Здесь Видим Что импульс Тогда Загружим Все хорошо И видим Что Dry У нас Выключен Вниз Wet У нас Установлен Нулевая То есть Мы слышим Сигнал Собственно Сам Плагин Сам Дорожка BigTube Посылает На выход Нам Сигнал И Посылает На бас 1 и 2 Которые Этот Сигнал Мьютят А вот Всю Реверберацию Которые Добавляют Они Тоже На выход Посылают Так Ну вот Мы настроили Мы пока Посылать Ничего Не будем Будем Сухой Записать Сигнал Ну Посмотрим Что Получится Добавляют 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 ну это первая гитара так дальше дублируем дорожку команды дублировали меняем настройки ягуаре делаем два звукоснимателя и готовы записывать вторую гитару потом запишем на недостающий кусок бас во втором том куске бас будет иметь больший вес чем гитара а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Поехали. Что я делаю? Я жилья начал играть. Соседи сбили своей косилкой. 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 Басовая партия тоже готова. И, кстати, я говорю, давай понастраиваем басовую силок у нас. Чем мы смотрим? Компрессия у нас. Чуть побольше добавим. Потом немножко... О, не знаю. Побольше верхов. И чуть-чуть низы срежу. Во! Вот яркость. Мне нравится. Мне тут не надо. Отлично. Дальше... Компрессор. Дефолтный. Тут, в принципе, нормальный. Насколько я помню. Пусть будет. Так. Гитары немножко разводим по панораме. Так. Бас поставлю. Посмотрим, что у нас тут, в принципе, получилось. Явно не хватает какого-то пространства. Давайте сейчас сделаем, чтобы ударные шли у нас. Вот в третьем нам не надо. Нам первый. О! Такая реверберация пошла. Такая сильная нам не нужна. Значит, добавляем сюда бас. И тоже мы даем реверберацию через первый и второй бас. И вот у нас уже звучит оно более-менее в пространстве. Даже в едином. Потому что на эти наши два баса с реверберацией. На первый и второй у нас со всех дорожек идет сигнал. И они его обрабатывают. Сначала микшируют, потом идет уже реверберация. Поэтому у нас выходит более-менее такое общее пространство для всего. Что-то мне хочется сюда еще акустическую гитару добавить. Гитара слишком громкая. Приберем. Потом еще выравнивать громкости будем. Добавляем еще один инструмент. Берем акустику. Надеюсь батарейки еще живы. Вроде живы. Настраиваем. Берем медиатор, подходящий для акустики потоньше. Дальше у нас сейчас она идет. Выровняю громкость на звуковой карте. Потому что под каждый инструмент нужно подкручивать ручку гейна. Под бас. Он у меня с активным предусилителем. Там надо почти на минимум ставить. Для акустики. Погромче. О! Звучит. Но конечно никуда не годится то, что мы сейчас через эффекты для электрогитары. Мы берем какую-нибудь такую. О! Нормально. Дальше добавляем еще одну дорожку аудио с первым входом. Мы будем в нее записывать то, что поступает в микрофон. То есть я буду акустику записывать одновременно через провод, который идет в звуковуху. И через вот этот микрофон. Сейчас его опущу пониже к акустике и можно будет записывать. Для того, чтобы записывалось и то и другое, надо на обоих включить вот красненькую R. Так, дальше. Партию-то я еще не придумал. То есть поскольку у нас идет целотоновый лад, нам обычные аккорды не подходят. Хотя тут тоже надо эффект какой-нибудь навесить будет, но это потом. Сейчас у нас мониторинг все равно выключен. Что у нас, что мы знаем про целотоновый лад? То вот этот, например, подходит. Сейчас я опущу пониже микрофон. Вот такой аккорд нам подойдет. Вот такой. Ну вот тут, я думаю, надо как-нибудь более высокий. Вот такой. О, хорошо. Ну, думаю, вот такой. И легко сдвигаем. На два лада вверх-вниз. И получается. Я думаю, мы будем на четыре лада вверх. То есть... И вниз. Отлично. Ну, что там, попробуем, как они будут звучать с другими инструментами. Так. 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 Разрек journey is available from an πune. В интро мне не хочется акустики. Нет. Мы будем добавлять попозже. Г merge. Вот здесь. И приходим сюда и... И... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, акустики больше не будет Дальше будем записывать Соло-гитару Соло-гитару Соло я еще не придумал Как и практически все здесь Добавляем электрогитару Идем в раздел Дистот от гитарской Экспериментальные Дистот от гитарской Дистот от гитарской Дистот от гитарской Поскольку трек у нас достаточно странный Мы будем сюда все равно Применять реверс То есть Потом сделаем дилей Который переворачивает Так, с этих уже можно убирать С Hunt Нормально думаю такой пресет нам подойдет реверберацию мы сразу давай накинем смотрим на ампе выбираться нас сейчас выдачи начну стокс то что мы на басы посылаем отлично педал борт что у нас тут нет этот делай нам не подходит мы будем добавлять делай а после то есть после всего мы добавляем опять педал борт здесь делай вот такое делаем синхронизацию по темпу делаем его 1 бар нормально теперь делаем ему реверс ну что то интересно уже так теперь сделаем чуть больше фидбэка значит дальше делаем такой трюк педал борт позволяет сделать две параллельные дорожки добавляем еще один делай наводим мышку вверх мы не нажимаем вот у нас одна дорожка сюда идет другая сюда но такая цепь у нас хитрая и микшировать между ними и допустим в этой мы сделаем микс на сто процентов фидбэк достаточно большой лоук атомы и так и 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 все Это у нас только вот этот дилей, это только на мерцанты. То есть мы не будем слышать сейчас вообще ничего, кроме перевёрнутого дилея в микрофон гитары-то слышно. Ну, что-то такое интересное получилось. Значит, сделаем тут обычное дело и немножко его подмешаем. Тоже микс сто процентов, тоже синхронизация с темпом. Здесь делаем low cut сильный и high cut. И дилей у нас будет одна вторая. И пополам два дилея. Ну, неплохо, неплохо. Ну, давай попробуем вот так и записать. Чуть потише её сделаем. И гитара у нас эта будет соло вступать где-нибудь, ну, не знаю, вот здесь, наверное. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, неплохо, плохо сразу же Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неплохо, вот эта штука у нас и будет вступать, ну, где-нибудь здесь, а потом ее потихоньку начну подключать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не очень подходит, так что у нас фаза. Так, мы поскольку будем в до-мажоре, а чё я в соль-мажоре играю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну вот, допустим, фаз такой подойдёт, только добавляем дилей. Теперь типа плёночный делай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ладно, это можно потом, в принципе, подправить. Чё-то добавляем... Блин, ну надоели, а? Главное, окно не закроет, жарища. Хе-хе-хе. Где-нибудь тут в серединке мы будем это записывать поверх нойза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Эээ, нормально. Так, выключаем гитару. Я думаю, что сессия записи у нас закончена. Далее можно начинать сводить. Так, я с устроюсь поудобнее. Микрофон. Тык-дык, тык-дык. Микрофон мешает клавиатуре. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Стойку подальше. Ну, примерно вот так, думаю, нормально будет. Так. Значит, самый первый аудиотрек, который мы создали, мы его назовем спектрограмма. Спектрум. Сюда мы накинем уже заготовленные заранее вот эти наши вавки. И так, в каком порядке? Сначала мы начнем с дерева. Чпок сюда дерево. Потом мы будем править, как где-нибудь там, когда будут появляться. Потом, значит, один пейзаж. О, блин, что это спектрограмма? Шестой, да, шестой. Один пейзаж. Потом пятый, тоже пейзаж. И закончится это рыбкой. Причем рыбка... Вот так, как это я хочу, чтобы она шла у нас... Не с хвоста появлялся, а с головы. Поэтому я выделяю вот этот клип. Жму мо и реверс. Хрязь и рыбка у нас будет задана наперед. Отлично. Теперь убеждаемся, что тут у нас нет вообще никаких эффектов. Эквалайзер выключаем. Посыл на басы выключаем. И дальше маленькая хитрость. Поскольку я на мастер в конце буду вешать еще эффекты, то я не хочу, чтобы вот эти вот все спектрограммы тоже участвовали в этих эффектах. Иначе они исказятся. Но это не хочется. Поэтому проверяем, куда выходят все наши треки. Значит, спектрограммы выходят сразу стерео-аут. То есть, минуя все на выход. Барабаны. Барабаны у нас тоже дают на стерео-аут. А вот этого я хочу избежать. Я буду посылать ее на бас-10. Так, бас у нас уже идет на бас-10. Это на бас-10. Гитары по умолчанию кидают на десятку. Так-так-так. Вот это у нас акустическая гитара. Кстати говоря, пресса. Сейчас мы все... Акустик, гитар. Какой-нибудь там... Финстрам. Но сделаем пока что. И аутпут тоже. Бас-10. Это бас-10. 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 Отлично. Десятый бас у нас сейчас пустой. Но на него я буду вешать мастер-эффекты. То есть, вся вот эта ерунда у нас будет проходить через мастер-эффекты. А спектрограмма нет. Дальше. Удар... Сохранить. Да, сохранить надо обязательно. Поздравление. Поздравление для Паши. 2020. Не опечатался? Нет? Нормально. Сохранили всю эту ерунду. Как же меня замучили газонокоселки. Вначале нам ударные вообще не нужны. А вот здесь мы сделаем только что. Редактирование. Побольше филов. Там разные бывают. По-разному строить. Вот так, допустим. Сразу разнесу акустику по-разному. Влево-вправо. По-разному обработанные. И потише. Я полностью громковатый у нас. Это стукло-стор очень громкое. Ей, кстати говоря, надо бы еще немножко... Нужно бы ей стерео ширины добавить. Уберем имиджин стерео спрэдс. Ну, какой-то вот такой, наверное. Вот немножко она в стерео пошла. Так, возвращаемся к началу. Смотрим, что слышно. Так. Это у нас вот эта штука продолжала еще сверещать. Тут стерео дилейк, кстати, горячо у нас. А до четвертой, одна восьмая. Так, во-первых, мне не нравится барабанная установка, на которой все это у нас играется. Так, делаю луп вот здесь. Белаю соло, барабаны и басы и буду подстраивать. Уже лучше. Так, надо, конечно же, сделать реверберацию, а то они в разных пространствах сейчас сидят. Можно настроить у барабанов что-нибудь. Тон. У этой штуки тоже можно немножко понастраивать. Драйв нам, наверное, не нужен. Дальше мне не очень нравится, как оно стучит, поэтому мы немножко сейчас подрезактируем. Можно прессать и пощелкать. О, для интро вот этот самый раз идет. Потом там, где у нас что-то дальше вступает. Можно даже ее тут покромсать на две части. Command-T, она разделяет клип. И вот здесь мы добавим наш шейкер, чтобы он уже у нас тут был. Давай попробуем вот так. Уже лучше. И так вот интересно, и заплутый сонанс начинается. Поехали. Можно еще на этот трек еще сделать эксайта. Ну-ка, как они звучат у нас тут. Ну, что-то интересно, но как-то если так. Че-то не хватит. Теперь реверберации побольше. У-ка, компрессии надо включить. О! Так у них будет общая реверберация. Сейчас я сделаю из них стэк. Сбираю две штуки. Create track stack. И это будет у нас сам стэк. То есть он будет микшировать весь сигнал с этих двух дорожек. И их как-то может быть обрабатывать. То есть я тут пишу. Акустический гитара и значок сейчас сюда. Какой вот хрязь. Красота. Теперь уже я обе эти уже смикшированные гитары в одном стэке, которые идут, отправляю на реверберацию. Но до реверберации я хочу им сделать тоже стерео-дилей, наверное. А неплохо. Стерео-дилей. Только если эксайтер попробовать. Тоже неплохо. Ну вот. Ну и громко, если как. Одной ручкой можно регулировать теперь. Так, дальше. Смотрим, что у нас дальше. Тут барабаны идут. Тут у них уже должны быть тоже совершенно другими. Вот это больше подходит. Мне больше нравится. Здесь, чтобы у нас хоть какой-то был переход чисто шейкера к... Это... Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Нет, мне не нравится, что вышло Еще дубль Нет, мне не нравится, что вышло Более-менее Думаю, достаточно Хвост рыбки заполнили Блин, как же мне задолбала Эта коса Закрою-ка и окно Закрою-ка и окно Субтитры подогнал «Симон» Сейчас немножко подтянем Нашу соло-китару Нельзя чем добрать, не нужны Субтитры подогнал «Симон» О, лучше Субтитры подогнал «Симон» Другое дело Так, чтобы за нас атака совпадала Прямо прям так Тут ударные слишком однообразно идут Надо бы их немножко разнообразить Здесь мы будем переходить на том и вместо этой штуки Здесь тоже она немножко по-другому Субтитры подогнал «Симон» Очень плохо с композиционной точки зрения Но что пришло в голову, то пришло Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, явно тут длинный дилей делает вообще не читаемым сон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Классный звук идет Вот здесь, вот отсюда, когда идет Нам нужен уже другой эффект дилея То есть побольше, жарнее Поэтому мы включаем автоматизацию Можно вот здесь включить Можно просто «A» нажать Переключились в режим изменения автоматизации И для этой дорожки добавляем автоматизацию Какую? Делаем «Tape Delay» И что мы тут смотрим? Та-та-та-та-та-та Где там это? «Note» Во! То есть мы сделаем ее побольше Сейчас у нас видно 1.16 Вот, а вот начиная с этого момента Оп, поднимаем до 1.16 Вот, то есть тут у нас шла 1.16 И увеличить нужно «Feedback» «Tape Delay» И «Feedback» Сейчас 16% А вот в этот же момент времени Мы его поднимем Вот создается хаос. Отлично. Убираем соло, убираем редактированные автоматизации, просто на A нажимаем. Здесь можно развернуть, посмотреть, что мы там наавтоматизировали. Побольше сделали. Посмотрим. Сейчас это закончится. И вот стали слышны наши гитарки, более ритмично играющие. Надо бы сделать еще погромче. Открываем автоматизацию опять. И видим здесь у нас по умолчанию идет автоматизация громкости. Мы ее вот оп-оп. Ну, допустим, так. Оп-оп. Так, давай посмотрим. Смотреть. Вот сейчас. До нужного места. Оп, попал в леса. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Оно играет более низкие ноты, поэтому ее надо чуть-чуть задрать, чтобы она с этой конкурировала нормально. Так, ну... Вроде ничего, надо только проверить одну вещь. Когда у нас вот здесь идет рыбка наша, какие у нее частоты там идут? Ну вот 5 килогерц и выше, да? А у нас тут, мне кажется, будет все забивать. Давай посмотрим. В микшере идем бас-10. Где у нас тут? Вот бас-10. Это то, что у нас выход будет. Микс всех инструментов. И добавляем сюда эквалайзер. Можно нажать вот на эту штуку. Это у нас эквалайзер. Реанализируем. Выше 5 килогерц, там почти ничего нет. Вот, лучше немножко срезать. А все, я потом не делал. Рыбка должна быть видна. Так. Ну, смотрим дальше. Бас-10. Вот у нас сейчас вот есть эквалайзер. Но мы его не будем пока использовать. Мы сюда добавим более интересную вещь. Небольшой кулинарный рецепт, скажем так. Ведем в Dynamics и Multipressor. То есть это Multiband Compressor. Он делит на несколько участков. И каждый участок компрессирует отдельно. Тут есть просто шикарный прессор. Это называется Strings Compressor. Хрязь его сюда. Он задирает верха самые, задирает низы самые, в серединке небольшой провал делает. И прям красиво выходит. Но он задирает все слишком сильно, поэтому я сразу его делаю поменьше. И смотрим, что получается. Это с компрессором. Без него. С компрессором. Без компрессора. С компрессором. Мне кажется, тут все-таки надо чуть-чуть немножко прибрать чуть-чуть. Наш пультипрессор как вытягивает трек. Опа. Так, опа. Уже хорошо. О, пустяки. Слышно, хорошо сдал. Продолжение следует... 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 Дерево поярче надо сделать. Точно. Так, я только чуть-чуть. Посмотрим, что дальше. Ну-ка, ба-ба-бам. Пошел пейзаж. Виден нормально, даже он силуэты, людей видны, хорошо. Второй пейзаж, вообще супер видно его. И рыбка, вот пошла рыбка. О, шикарная рыбка. Блин, вот рыбка мне нравится, хорошо вышла рыбка. А дерево надо сделать поярче. Вот видно. Она бледненькая. Для этого воспользуемся опять-таки автоматизацией. На треке спектра задираем громкость дерева побольше. Может быть, этого хватит. Проверяем. Рендерим. Бла-бла-бла. Реплейс, да. Все правильно. Смотрим, как дерево получилось. Ну, поярче стало дерево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова В общем, понятно, сработало. Ну все, сейчас я отправлю эту штуку загружаться на YouTube, а сам начну редактировать, собственно, видео этот мой скринкаст. Может быть из этого что-нибудь получится склеить, потому что я много раз отходил, много тупил, но я лишнее постараюсь вырезать. Пока!